дальше шейх хафид нау и рахматуллах алей упомянул хадис под номером 298 она бюра рата рады и аллаху англ аль обувра рада будет довольно лакала рассказал ахаза аль хасану бну али рады и аллаху ангума там ратан мин тамры сада к ваще алиха фифии фоколи расуллах салсом кахин кахин ирми бига ама алинта она для на кули сада к абу-гурара да будет довольным аллах рассказывал что однажды хасан ибну али внук пророка саллаху алейхи вассаляма взял один финик из тех что были собраны в качестве милостыни и положил его себе в рот то есть будучи младенцем посланник аллаха саллаху алейхи вассаляма скалках как это как русском скажем гарем фуфу что-то такого выражения скал нельзя нельзя садака нам ирми бига выброси войны же выплюни это садака нам не дозволено выбрать это аля мама лимта на 0 на кулю анна на ля на кулю садака разве ты не знаешь что мы не едим то что собрано в качестве милостыни в афире вая в другой версии сказано анна ляну ля та хилю ляна садака того ревая было сказано правосам скал садака нам не дозволено пока улюву как как говорит на вы рахмату ладе и калима тузаджир лист сабита слова кахках это слово которым порицается маленький ребенок а не мустар за рад то есть есть он допустим начинает кушать или же прикасается к чему-то нехорошему вакана аль-хасан радии аллаху анху сабиян хасан в то время был маленьким ребенком сумма закара хадис аль-хасана ибну али бну аби талиб затем автор рахматулла алей упомянул хадис хасана бну али сына али бну аби талиба радии аллаху анхума аннаху ахаза тамратан мин садака то что он подобрал финик который был приготовлен в качестве садака фаджа аляха фи фи положил себе в рот факалин бисусом кахках или же в другой ревак шок их их я не надо лято шлюх ляка то есть не дозволено тебе кушать и это сумма амра гуан юхриджи гаминфии потом пророк соусом приказал вытащить ему изо рта этот финик по поле именно на лято хилюля насадака искал поистине нам не дозволено садака вот заковато усах у нас закат является то чем люди очищают себя валя это нас а более ашрафин нас и поэтому не подобало таким почетным людям как пророк саллассам и его семья употребление садака аньяху за усах нас то есть брать то с чем люди очищают свои грехи там аккали на бисом волосы салям ли армии аль аббас и не обниму талибра данного как пророк саллассам стал своему дяди аббас обновим у талибы именно али мухаммаде лето хилюля насадака и на магия усах у нас москва поистине нам семье мухаммаду не дозволены пожертвования милостыня потому что садака и же был закат является то что чистит людей от грязи грехов и недостатков и в этом указании говорит шейх мухаммад ибн осамин то что является обязательным для человека воспитывать детей в вопросе того что является запретным то есть если они делают что-то запретное не надо молчать как некоторые говорят да он же еще маленький смысле маленькие варка лофиком религии ислам учит нас обучать ребенка не надо его убить не надо его ругать и тогда это подобное однако спокойно ты его порицающий объясняющему что это является запретным что это является запретным камаячеву алиген юадибов малифель ваджик точно так же как является обязательным для него обучать их выполнять то что является обязательным во главу мафе просим у аллаха суп хана то ли успеха говорит шех мухаммад ибн салих левами Аллаху Аллаху. Аллаху Аллаху.